Всех рад видеть на своем канале, и сегодня мы продолжаем тему прохождения обелиска. И для начала хотел бы поделиться немножко своим прогрессом. Как вы можете видеть, мне осталось один уровень до того, как я достигну 30 уровня лорда. Достаточно неплохо, это где-то через 5 дней я получу нового персонажа, и думаю, еще одного героя возвести на 5 или 6 звезд будет достаточно для получения данного уровня. Далее, давайте непосредственно перейдем к нашему обелиску. Здесь у меня тоже достаточно хороший прогресс. Я дошел до 33 этажа, но как видите, пока что преодолел только 32 этаж. Как вы помните, последний раз мой рекорд был 25 этаж в том месяце, так что в этом месяце у меня достаточно хороший прогресс. Может даже и дальше пройду, посмотрим. А сегодня мы проходим 16 уровень, давайте непосредственно перейдем к нему, и рассмотрим, какие же условия нам необходимо выполнить для его прохождения. Итак, как всегда, первое условие у нас достаточно легкое, это выиграть бой. Второе, привести двух героев класса воин, тоже достаточно легкое условие. И третье условие, тоже думаю, ни у кого из нас не составит проблем, это привести не менее двух героев класса стихии вода. Итак, давайте рассмотрим, какие же персонажи я буду использовать для прохождения данного уровня. И давайте рассмотрим героев, каких я буду использовать для прохождения данного уровня. Итак, как всегда я буду использовать Лафлейсы Земли, Лучелику Воды, Манесу Огня, Лолирей Огня и Крома Воды. Как вы видите, условия у меня все выполнены, то есть у меня в Лафлейс и Лолирей Огня класса Воин. И Лучелик Воды и Кром Воды два персонажа, которые необходимы для того, чтобы выполнить условия двух персонажей по воде. Итак, давайте непосредственно перейдем к прохождению. Ну, думаю, данных противников мы более подробно рассматривать не будем, вы их всех уже видели. Могу лишь сказать, что с каждым разом они становятся все сильнее и здоровья в них очень много. Также я вам хочу сказать следующее, что очки ультра удара на данных уровнях уже экономить будет очень сложно, поскольку противники становятся все сложнее и сильнее. И начиная с этих уровней, советую, конечно, как можно реже, но все же придется использовать очки ультра удара. Итак, как всегда, мы для начала используем Кром Воды для ускорения хода. Далее Лолирей Огня мы используем только первую его способность, для того, чтобы сэкономить ее на босса, либо на вторую волну. Там посмотрим. Также снова используем первую способность Лучелики Воды. Здесь мы у Ванессы Огня тоже будем использовать пока что первую способность. И вот сейчас мы уже подкопили очки ультра удара и сразу же одиночным ультра ударом атакуем Лафлейсом всех наших противников. Как вы видите, остался только один. Ну, мы его быстренько сейчас добьем. И особо-то он урона много нам сразу не нанесет. Как вы видите, достаточно быстро мы его победили. И у нас пока что у Крома откат еще не произошел второй его способности. Но нам, в принципе, ее сейчас и невыгодно использовать. Нам ее лучше оставить уже на босс. И сейчас также пока продолжаем атаку первой способности. Поскольку нам лучше вторые способности наших персонажей оставить на нашего босса. И вот, как видите, Ванесса Огня. Как я уже и говорил во многих роликах, ее способность, вот последнюю, которая ставит неуязвимость на один ход всем нашим союзникам, лучше всего использовать, когда наши противники все ходят сразу одновременно. Поскольку если хотя бы один из наших персонажей будет ходить, то от данной способности не будет никакого толку. Потому что они сделали ход и, соответственно, способность развеет. Но поскольку мы выдержим данные атаки наших противников, мы всего лишь используем вторую способность Ванесса Огня, чтобы усилить защиту наших союзников. И получить наименьший урон. Сейчас нам немножко надо подождать, пока сходят наши противники. И теперь снова ходим к Ромам Воды. И снова используем ультраудар нашего Лафлейса. Для того, чтобы как можно быстрее вынести наших противников. Как вы видите, Лафлейс восстановил себе все жизни. И у нас опять остался всего лишь один противник. Как вы понимаете, долго у нас не займет победа над ним. Итак, мы с вами дошли до нашего босса. Союзники у него тоже достаточно сильные. Это Найн Огня и Солфи Земли. И, соответственно, сейчас мы делаем следующее. Поскольку мы точно не сможем сразу вынести наших противников. Но, еще у нашего Лафлейса Огня, как видите, откат очков навыка по второй атаке. Которая одиночного типа, но очень мощная. Уже произведен откат. И два отката у нас осталось до второй способности его массового типа. И чтобы мы смогли выжить и максимально быстро пройти данный уровень. Советую сейчас не использовать вторую способность Кром Воды. А только первую. И использовать ее немножечко позднее. Сейчас мы используем вторую способность Лалерея Огня для атаки массового типа. Далее, первая способность Училики Воды. И сейчас мы используем, как я вот говорил ранее, способность Ванесса Огня на неуязвимость наших союзников на один ход. И вы сможете достаточно сразу убедиться, что ни один из наших противников не сможет нам нанести ни одной крупицы урона. Какими мощными атаками они бы не владели. Итак, благодаря Лафлейсу мы нанесли достаточно приличный урон с его навыком контратаки. Хотел вот на втором ходу использовать ускорение хода нашим союзникам, но пока не вижу опять смысла. Надо его немножко сэкономить. Поскольку опять все мои союзники практически ходят подряд. И для начала снова атакуем первую способность. Далее, используем вторую способность нашего Лафлейса. И уничтожаем щит. Итак, и мы атаковали первую способность у нашей Лалерея Огня. И далее у нас снова ходит Лафлейс, потому что мы использовали вторую способность. И она позволяет нам ходить еще раз. И снова атакуем Лафлейсом. Я думал, всё-таки Лафлей сможет у нас его оглушить, нашего Лафлей с огня, но не получилось. Ну, ничего страшного. А теперь мы используем одиночный ультра-удар лучелики воды, для того, чтобы сэкономить очки ультра-удара на Ванессу огня. Неуязвимость на один ход для наших союзников. Итак, как видите, лучелика воды очень круто поставила нам истощение на нашего босса, так что мы нанесём достаточно очень много урона по нему. Далее ставим неуязвимость для наших союзников на один ход. Поскольку сейчас наш Лафлей с огня будет атаковать нас массовой атакой. И чтобы этого избежать, мы поставили неуязвимость на один ход. Но, к сожалению, наш Кром будет сейчас сходить, и вы, как видите, он её потерял. Поскольку Кром мой достаточно очень хорошо прокачан в плане ХП и защиты, то нему данная атака вообще нипочём. Итак, как видите, ещё Лафлей смог всё-таки оглушить нашего босса на один ход. Это тоже неплохо. И снова атакуем нашего босса. Так, снова повесим истощение с помощью лучелики воды. О, снова неплохо три черепушки. И, как вы видите, нам, в принципе, сейчас Ванесса огня уже не понадобится, поскольку откат 2 и 4 хода у самых сильных способностей нашего босса. Далее, снова, теперь вот используем ускорение хода наших союзников, наконец-то. Поскольку нам бояться теперь уже нечего, и мы больше урон сможем нанести. Также поставим защиту на наших союзников дополнительную, вторую способность у Ванесса огня. А далее, с помощью ультраудара нанесён массовый урон по всем нашим противникам. Как вы видите, вся свита нашего босса погибла, и мы снова атакуем нашего босса. Теперь используем вторую способность лучелики воды. Лалерея огня. Первая способность. И всё истощение, которое мы на него поставили, достаточно хватило для того, чтобы победить нашего босса. Как вы поняли, для прохождения этого босса нам самое главное необходимо Ванесса огня и лучелика воды. Если эти два персонажа у нас есть, остальные у нас персонажи все, в принципе, взаимозаменяемы. Самое главное, чтобы мы ставили нашему боссу истощение, и ставили неизвимость на один ход, чтобы потихоньку выносить либо его свиту, либо самого босса. Поскольку ещё Лафлейс достаточно хороший урон наносит по боссу, и лучелика воды ставит истощение, мы достаточно быстро прошли данный уровень. Надеюсь, видео вам было полезно. Подписывайтесь на канал, и до новых встреч!